Мы рассказываем о метафизических, о метакосмических, в целом мистических проявлениях сущности человека. И у нас в гостях Дмитрий Барин. Добрый вечер, дорогие радио, телерадио. Радио, монорадио. Монорадио. Добрый вечер. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Нам очень приятно видеть вас в студии. И, как я уже сказал ранее нашим радиолюбителям, про тему, к которой мы будем сегодня общаться. То есть это метафизическая, мистическая тема. Она бесконечная и, как говорится, на все времена. И в гостях у нас, да, Дмитрий. Он добился определенных результатов, определенных материях и уровнях восприятия мира и его проекции. В целом, проекции мира, да, его личного мира. Итак, Дмитрий. Да, да. Что, вот, с чего можно начать? С чего начался ваш путь? То есть, ну, как это вообще было? Вы всегда были жизнерадостный ребенок? Или вы были хулиган, который пришел к чему-то высокому? Как ваш был путь? Как он? Ой, да, это вообще такая история, она с детства началась. Вот. Еще, еще в раннем-раннем возрасте всегда мне, ну, доставляло, ну, такое вот, знаете, как, с другой стороны непонимание. И удовольствие тоже, потому что на со стороны это смотришь. Ага, да когда два товарища начинают, допустим, враждовать, какие-то у них там эмоции, вот это они разжигают этот огонь, так кидают дрова, кидают дрова. Короче, они как этот, туда-сюда, туда-сюда, так смотришь и думаешь на них. А ну, с одной стороны, забавно как бы, да? А с другой стороны, уже приходится, елки-палки, пацанов выручать порой. Ну, собственно говоря, вот, наверное, вот с этого момента ребята уже и начали на меня так смотреть. Мир, мир всем. То есть вокруг вас уже начал формироваться микро такой эгрегорик добра, и все знали, что вот, да, что... То есть у вас были вообще конфликтные ситуации вот в дальнейшем? Были конфликтные ситуации? Были. Идем спокойно по своей улице ночью, никого не трогаем. Тут бах, семеро каких-то ребят, там, плечом стукают, ну, елки-палки, ну что, не делай. Ну и все, и вот это у нас началось. Ну, откуда ты, вроде? Ну, это неизбежные моменты, когда, да? То есть сами на конфликт вы никогда, вот, то есть, не шли, то есть. А вот, а зачем? Один раз я напился в Сочи, ох, мне до сих пор стыдно, и поругался на девочку на одну. Прям поругался сильно. То есть это вот единичный случай, когда вы были в гневе, так сказать. Но извинился потом на утро. И вот, пожалуйста, и вот вырвалось на руку. Улучшение идет у вас. То есть вы бесконечно себя раскрываете. То есть, по сути, судя по вам, у вас уже гармония была изначально. Ну, эго, оно такое, оно хитрое. Порой сам не можешь понять, где ты, а где я, где твою. Вот. Чтобы как-то от него держаться в стороночке, единственное, наверное, лекарство – это покой. Дышишь, у тебя воздух проходит в легкие. А у вас есть какая-нибудь методика вот дыхания, чтобы вот, если мне вот прям срочно нужно прийти в себя в один момент, как ее проработать? Есть какие-то механизмы, может быть? Есть одна. А, называется очень легко. Задержка дыхания на вдохе. А вот нашим радиослушателям было бы интересно, если бы вы сейчас могли продемонстрировать. И я бы тоже попробовал. Так, очень такая тогда у нас… Ну, это стоя делается, ну, так как мы в эфире, не будем вставать. Ну, да, я думаю, мы это… Значит, что первое – это спина у нас, она должна быть ровненькой. Так. Ровненькая спина. Значит, голова чуть-чуть поднимается вверх. Сначала мы делаем просто несколько вдохов-выдохов, репетиционных, скажем так. На третий делаем большой вдох, задерживаем дыхание и направляем воздух в живот. В центре у нас сила. Направляем в живот и затем организм сам подскажет, когда произвести выдох. Это был… Это у нас… Наш выпуск подходит к концу. В гостях у нас был Дмитрий Баринов и… Данил Сердюком. И какое надпуственное слово нашим радиослушателям вы бы хотели сказать? Будьте здоровы, живите богато. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Молок